в эфире программа дежурная по дорогам с вами снова я оксана мельничок здравствуйте ну что ж кажется мы дождались зимы настоящей ростовской то снег то дождь то грязь то гололед кто еще не успел переобуть свою машину зимнюю резину торопитесь и сегодня расскажу как подобрать подходящие шины для нашего региона а еще познакомлю с удивительным человеком который превращает грязь на машинах в чудесные картинки но обо всем через несколько минут несколько дней назад на дороге в ростове пришвартовался катер и прямо на легковую машину казус случился по улице 40 лет победы катер видимо плохо был закреплен на прицепе и слетел с него неудачная погоня или лежачий полицейский так назвали это видео пользователи соцсетей дтп случилось в ночь субботы на воскресенье автомобиль полиции перевернулся на проспекте с тачки информации о пострадавших нет еще одно дтп с автомобилем полиции случилось на армянской улице пассажирский автобус хорошенько примял багажник патрульной машине в социальных сетях сразу посыпались иронические комментарии о бесстрашных и суровых водителях ростовских автобусов о которых кстати скоро легенды слагать будут прошлая неделя выдалась тяжелой для многих на суворовском по улице платона клятой изуродовали припаркованы отмечу на проезжей части автомобиль машину как будто поколотили то ли молотком то ли топором видимо контроль за соблюдением правил парковки ужесточили но и ремонт машины владельцу обойдется копеечку этим смелым людям видимо тоже придется раскошелиться на ремонт пока на дону был сильный отлив некоторые весьма смышленные водители проводили испытания своих машин на проходимость и выбор пал на опустошенные дно дона и таганрогского залива самое интересное машины то совсем не дешевые туарег volkswagen неужели совсем не жалко с 1 декабря и до конца февраля все легковые машины должны ездить на зимней резине таков регламент и пока за такое нарушение инспекторы гибдд не штрафуют но инициатива уже в разработке однако за износ протектора штрафовать все-таки могут на 500 рублей но только в том случае если остаточная глубина протектора менее 4 миллиметров и без разницы какая у вас резина сегодня выбрать зимнюю резину не так просто но только в том случае если мы хотим получить идеальную эксплуатацию своего автомобиля при любых погодных условиях тем не менее подстроиться под свой климат все-таки можно и нужно главное знать некоторые тонкости евгений ну нужен профессиональный совет до консультация как выбрать зимнюю резину я думаю что большинство водителей все-таки наверное уже подготовились к зиме но тем не менее если вдруг кто-то еще не переобулся может быть какие-то нюансы или хочет купить резину на что обратить внимание чтобы зима прошла хорошо и скольжение так скажем да большинство уже переобулась так скажем людей до выбрали сделали свой выбор выбрать выбрали покрышки но вы тут нам четыре образца да здесь представлено четыре образца это шина шипованная это шины фрикционные а давайте начнем с первых то есть ближние к нам которая это фрикционная шина так скажем по простому для скандинавских зим да для более суровых зим до до этих это снежная зима холодная со снегом и льдом с низкими температурами нет шипов нет фрикционные зимние шины в народе их называют липучками они имеют протектор с грунтозацепами их количество как и количество ламелей значительно больше чем у летней резины сразу поясню ламели это мелкие разрезы обычно они располагаются под крутым углом с такой резиной можно получить лучшее сцепление с глубоким и рыхлым снегом эта резина работает до минус 30 градусов отрицательных вот фрикционная шина работает на льду и за счет ламели то есть вот эти надрезы так скажем да если по простому на покрышках то есть это ламели так называемые за счет то когда автомобиль начинает свое движение ламель раскрывается в одну сторону когда автомобиль остановится ламель раскрывается в другую сторону за счет этого шина цепляется за лед для южного региона такой резины будет достаточно кроме того фрикционная шина мало шумящая ее можно устанавливать ранней осенью в отличие от шипованной из минусов такой шины на укатанном снегу или на льду она может подвести есть еще вариант фрикционных шин так скажем для европейских земель в основном эта шина подходит для таких южных городов как краснодар там сочи и тому подобное то есть эта шина эта шина имеет более высокий индекс скорости то есть на ней можно передвигаться с более высокими скоростями например на этой шине можно передвигаться до 240 километров в час эта шина не плавает на высоких скоростях то есть она не имеет качения то есть она держит держится за дорогу да она отлично видит себя на каше на слякоти шипованная резина у нее тоже есть свои плюсы и минусы специальные металлические вставки обеспечивают хорошее сцепление на обледенелых дорогах но при этом меньшее сцепление и большую шумность на сухом асфальте плюсы шипованных покрышек это лед это укатанный снег но опять же рыхлый снег ровно как и там фрикционная шина и липучка на фу и шипованная она работает абсолютно одинаково есть еще один маленький нюанс шипы не работает при температуре ниже 27 градусов лед настолько застывает что шип не продавливает поверхность льда и он работает как коньки шипы бывают однофланцевые самые простые и дешевые и многофланцевые они реже выпадают из протектора делают их из стали алюминия и даже пластмассы шипованная резина имеет четкий регламент в нашей стране максимальное количество шипов 60 на погонный метр протектора они отличаются да здесь круглый шип но в виде звездочки выполнен в основном скажем так здесь он рабовидный имеет направленную сердцевину да то есть соответственно площадь у круглого шипа зацепа именно площадь соприкосновения она гораздо меньше чем у прямоугольного дашь это хуже и это лучше это лучше у нее площадь соприкосновения например ну в точке до соприкосновения с поверхностью у нее грубо говоря там полтора миллиметра возьмем а у круглого шипа это будет там 0 5 миллиметров то есть вот этот шип гораздо эффективнее потому что я же говорю площадь больше и он цепляется гораздо лучше на любой резине можно увидеть маркировку м плюс с грязь и снег если шины зимние они обязательно промаркированы снежинкой какую выбрать все зависит от индивидуальных особенностей вождения погодных условий проживания и конечно самого автомобиля главное чтобы не получилось вот так дорожные работы начнутся с первой хорошей погоды а транспортный налог пойдет муниципалитеты планы на будущий год обсудили на общественных слушаниях по реализации нацпроекта безопасные и качественные автодороги отчитались по первому году проекта первый год реализации нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги или проще бкд подходит концу что удалось сделать а что предстоит поменять кардинально обсуждали на общественных слушаниях ростовская область в какой-то степени новатор только в нашем регионе пошли по схеме, когда работу оплачивают только после полного завершения. Это отсекло недобросовестных подрядчиков. И контроль качества работ стал жестче, рассказывает министр транспорта. А работы будущего года должны начаться раньше. Фактически, мы работы должны начать раньше, чем это было в 2019 году, потому что конкурсные процедуры у нас должны пройти уже в 2019 году. И практически с первыми погожими днями мы начнем работы в 2020 году. Простой в этом году был выбран маршрутный принцип. То есть, одна отремонтированная дорога должна переходить в другую, чтобы безопасными и качественными становились целые участки. Столица региона освоила 550 миллионов рублей. Такой же объем финансирования сохранят на будущий год. Отремонтируют 24 дороги. Самые значимые из них – улица Портовая по всей ее протяженности. Первая – Луговая, Вятская, Штахановского. Отчитались о сделанном и объявили планы другие города и районы. В прошлом году мы делали одну из дорог в центральном нашем населенном пункте райцентре. В этом году мы сделали въездную дорогу со стороны Таганрога к нам. А в следующем году планируем сделать в райцентр въезд с другой стороны. То есть, мы, получается, соединим населенные пункты. Новшеством следующего года станет передача транспортного налога муниципалитетам. И эти деньги также пойдут на ремонт дорог. Нацпроект БКД рассчитан до 2024 года. Приоритет будут отдавать дорогам, ведущим к социальным объектам. Наверняка у многих из нас возникало желание что-нибудь написать или нарисовать на грязном стекле машины. Но у большинства это желание выливалось в простые банальности. Например, помой меня или танки грязи не боятся. Но не у всех такая скудная фантазия. Например, житель Ростова Олег Шумский рисует на грязных машинах портреты любимых футболистов. В умелых руках и грязь полотно. Именно так можно сказать о творчестве Олега Шумского. Но художником себя он не считает. Скромничает. А первые навыки такой автоживописи у Олега проявились еще лет 20 назад. А полотном послужила Лада седьмой модели. Первый рисунок был до удивительного, до банальности элементарен. Я просто взял и нарисовал огонь. Весь борт машины. Думал, ну пусть будет так. Через день лег новый слой грязи. Я его еще раз подчеркнул. Получилась трехсветная картинка. Все очень просто, но удивительно эффектно. После, конечно, были рисунки посложнее. Но терпения надолго не хватило. Своё автотворчество Олег забросил на много лет. Но очередная покупка машины белого цвета вдохновила на новые шедевры из грязи. Первая картинка моя была – это Леон. Она, может быть, не совсем получилась. Я не художник, у меня не все получается. Но, тем не менее, по реакции проезжающих мимо людей я увидел, что это здорово. Примерно раз в полгода Олег обновляет картину на машине. На чужих не рисует, несмотря на просьбы. Переживает – вдруг не получится. А на своей и на машине жены творит с удовольствием. В основном изображает знаменитых жителей Ростова. Сейчас на белой красотке отголоски Кубка Мундиаля. Это Роман Ерёменко, а там Валерий Карпин. До этого были футболисты. На машине жены был Дзюба Аршавин. Дзюба, на мой взгляд, получился лучше остальных. Но Дзюба не ростовчанин. В прошлом году он играл за сборную. Здорово, получил право быть на машине. Сейчас люди, которые доставляют нам удовольствие своей игрой родного города. Вот они. Сохранить такой рисунок надолго нелегко. Но, возможно, многие могут подумать, что такое творчество продержится до первого дождя. А нет, наоборот. Грязи будет ещё больше, а значит, нужно только поправлять картинку. Но очень осторожно. Вообще, процедура нелёгкая. Дело в том, что, если вы обратите внимание, я ведь не рисую, точнее, я не наношу изображение, которое должно остаться. Я убираю то, что не должно оставаться. Каждый элемент, получается, может очень сильно пострадать. Поскольку восстановить это невозможно. Искусственная грязь вообще рядом не стояла с нашей нормальной ростовской грязью. Грязь постоянно ложится. И я сам часто в спехах хочу поддержать картинку, а у меня, получается, его испортить. Понимаете, здесь всё равно должен быть какой-то навык. Надо отходить, смотреть, что как. Потому что исключительно по контурам, скорее всего, не получится. Поэтому поддерживать надо самостоятельно. Изобретателем жанра дотика арт в переводе «Искусство немытых машин» принято считать американца Скуата Уэйда, художника из Техаса. Именно он задал более сложный уровень незамысловатым рисункам на грязных стеклах машин. Сначала рисовал пальцами, потом перешёл на кисти. Его творчество стремительно развивалось от героев мультфильмов до воссоздания художественных творений, мировых знаменитостей. Скуата Уэйда так и прозвали «грязным». Отличная экономия на мойке получается. Тем более с нашей погодой. Но... Жаль только, что кроме незамысловатого сердечка, например, ничего оригинального я изобразить не смогу. Но ничего, чистая машина тоже неплохо смотрится. С вами была Оксана Мельничук. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»